Апрельская война и близящаяся революция в России, небезызвестный Андроник Мегранян в интервью одной из армянских газет заявил, что новые власти Армении либо уйдут тем же путем, что пришли к власти, либо установится диктатура. Мегранян изначально давал революции в Армении жесткие оценки. Он, конечно, сразу понял масштабы произошедшего. Мегранян понял, что ненасильственная, бархатная, бескровная, не имеющая геополитических векторов революция на деле имеет политический контекст и приведет к трансформации армяно-российских отношений. А это не сугубо двусторонние отношения, а один из ключевых геополитических факторов, который может обусловить международные тренды и внутреннюю жизнь как в Армении, так и России, в смысле расклада политико-экономических сил. Мегранян, безусловно, достаточно умен для того, чтобы понимать, произошедшее в Армении является началом ожидаемой в России революции, которая изменит расклад сил в российском истеблишменте. Дело в том, что Кавказ для России, это не просто географическое пространство, он обеспечивает политический, властный статус-кво в России, являясь одним из факторов его формирования. Армения, хребет нынешнего Кавказа и статус-кво, его архитектор и патруль. Не случайно правившие в России политико-экономические группировки не раз пытались изменить армянский статус-кво на Кавказе, сотрудничая с Азербайджаном и Турцией. Только так они могли чувствовать себя защищенными в России, с одной стороны, не неся ответственность за власть, переданную Путину, а с другой заставив Путина сдаться им. Западня для Путина была очевидна, и открытым конфликтом с Западом он на деле пытался стать не только членом всемирного клуба, но и реальным носителем власти в России. Примечательна помощь США Путину до выборов 2018 года, практически вся политика и экономическая система России была включена в санкционный список, составленный вместе с руководителями российских спецслужб, посетивших Вашингтон. Андроник Мегранян. Будучи представителем второго эшелона российского истеблишмента, безусловно, озабочен собственным будущим, тем самым раскрывая страхи целой системы, паразитировавшей в России за счет вассалитета Армении. В 2016 году армянская армия блокировала попытки России предотвратить назревавшую революцию посредством изменения статус-кво. Спустя два года революция в Армении сформировала, фактически, второй уровень статус-кво, общественно-политический. И цель и нападок российских кругов на перемены в Армении очевидна. Пишите ваше мнение в комментариях. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео.